Ночь. Темный переулок. Два человека. Охотник и цель. Один ждет другого. Один вооруженный готов напасть на беззащитную дичь. Каков твой ход попытаться убежать или сделать так, чтобы охотник превратился в жалкую жертву, павшую от вашей ярости. Ведь теперь охотник ты и тебе решать, как поступить с тем, кто посмел приступить тебе дорогу. Ну че, сделай ночь. Сегодня очень хорошее оружие. Маленькое кольцо. Тем не менее, вряд ли он страшно. Называется какутэ. Рогатая рука ниндзя, которая способна содрать мясо практически до кости. Одновременно это самый страшный кассет, в одном пальце. Промахнуться невероятно. Он не может двинуться, ничего не вам повредить. Но, тем не менее, удары делать невероятно. Что нам потребуется? Нам потребуется обыкновенная алюминиевая швабра. Палка от швабры, которая продается в каждом практически крупном супермаркете. Я думаю, и мелком. Это практически все. Что нам дальше делать? Нам будем брать ширину кольца, которую нам потребуется. В данном случае я для себя беру около двух сантиметров. 1,8. Для данных целей использую как раз идеально изоленда как раз данной ширины. Как ни странно, совпало вообще шикарно. Отрезаем, наклеим курсочек по кружку. Так, шикарно. Теперь нам нужно обозначить центральную линию, чтобы приблизительно обозначить, где наши центры. Соответственно, мы будем на 9 миллиметров. Я делаю полукружки, отметочки для того, чтобы все полностью обозначить, и потом прячить линию и знать, где у меня центр. На данном центре я буду делать три отметочки небольших, где я буду как раз эти свои когти и расставлять. Так, шикарно. Три сделаны отметочки практически по полукругу. Мне от этого достаточно. Теперь, руководствуясь самым простым маневром, соединяем точечки между собой. Вообще проще некогда. Ничего сложного пока что не было. До самого конца в этом самом страшном, грозном оружии, которое вообще запрещено собой носить, если кто-то найдет, оно маленькое и можно и выбросить. Так что, думаю, в принципе, можно и носить. Главное, потом выкинуть. Итак, посмотрите, через каждые 7 миллиметров я сделал отступ на это. Вот большая как раз полосочка. Шикарно. Теперь в этом пересечении я буду делать отверстия. Дрелю можно даже гвоздиком, даже, в принципе, если в данном случае данная алюминиевая палочка, это вообще даже гвоздика можно просковырять или шурупчики, да вообще пофиг чем. Итак, делаю три отверстия. Теперь нам потребуется болтик, гаечка и шайбочка. Ничего сложного нету, чтобы они поместились в данном случае болтик как раз сюда. Болтик нужно убрать, чтобы он был тоненький, но невероятно длинный. Чем длиннее, тем лучше. Так, ну естественно, нам кольцо нужно, блин, отпилить. Думай, что здесь тоже ничего сложного нету. Березали лобзик чуть-чуть, несколько минут и мы отпилили к чертой матери. Посмотрите, какая у нас прекрасная получилась кольцо. Теперь с помощью напильничка или крайности наждачки мы полностью снимаем все заусеницы, которые могли остаться. Они, естественно, остались по всей поверхности нашего кольца. Посмотрите, наждачка, мне даже кажется проще. Раз, 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 привернул, раз, раз, привернул и все внешнюю сторону мы очистили. И изнутри, если у вас нету круглого напильничка, в данном случае у меня нету, скрутили в дудочку нашу наждачку, запихнули наждачку, дуду нашу палочку, трубочку внутрь нашей колечка и их работать, работать. Думай, ничего здесь сложного нету. Движения более того довольно привычные, заложенные в основу законов природы. Итак, у нас получается шикарная колечка. Пробуем на наши пальчики. Естественно, полностью шикарно входит. Главное здесь проверить, чтобы фаланга пальца не задевала и полностью рука наше хорошо, наш кулак складывалась. Если не складывается, нужно чуть-чуть подпилить с разных сторон для того, чтобы стало более худенькое. Шикарно. Теперь, как говорил, болтичек, гаечка, шурупчик, их туда теперь запихаем. Сам болтик запихаем туда вместе с шайбочкой, чтобы она хорошо плотно туда зашла. Потом мы все это будем подтягивать гаечки. Шикарно. Все одна центральная есть. Теперь нам осталось только боковые туда запихнуть и можно собирать всю конструкцию. Ничего сложного нету. Я думаю, показывать, как запихать палочку в дырочку не надо, потому что ничего сложного нету. Да, они идут туго. Нет, не нужно им подкусывать. Лучше чуть-чуть закрутить, оно нормально туда пройдет, потому что желательно, чтобы она была длинная. В данном случае длина моего болтика 2,5 сантиметра. Это клык, 2,5 сантиметра. Это вообще дико. Посмотрите, две закрутил, третья уже там. Теперь осталось лишь взять, естественно, шайбочку ставить. Это без базара. Это даже не обсуждается. И с шайбочкой все хорошо поджимаем, все полностью есть. Если у вас есть ключик, вообще шикарно. Но у меня ключика нету, соответственно, пойдут сюда паскогубчики, крупненькие для того, чтобы всю конструкцию прижать. По чуть-чуть, по чуть-чуть двигаемся, все зажимаем. В это время внутри наша шайбочка начнет прижиматься ближе к кольцу и выгибаться, принимая правильную форму. Это вообще шикарно. Теперь чуть выравним, чтобы все было по линии и зажимаем. Естественно, оно разное наклонное имеет, но нам не нужно, чтобы были разные наклоны. Все должно быть идеально ровно сделано по одной линии. Как видите, ничего сложного нету. Самое грозное оружие собирается из самых простых, практически предметов, которые можно найти у каждого дома. Поздравляю, практически кольцо наше уже готово. Все закручено. Правым сейчас обязательно на пальчик. Хорошо внутри руки. Все замечательно. Наш кулак сгибается, разгибается. Шикарно. Можно развернуть, посмотреть, как же оно будет в виде кастета. Нормально ли стоить? Вообще, естественно, шикарно. Даже вот на такую манеру как сейчас не заточено. Это вообще смертельное оружие. Страшное. Теперь нам нужно наши вот эти вот болтики слегка заточить, чтобы они были похожи хотя бы или на шило, или на маленькие ножи. Это в зависимости от вариаций, которые вы предпочитаете. Японские ниндзя использовали как раз шило подобное. Мне кажется, как раз сделать маленькие кинжальчики застреленности сексторон было вообще шиганно. Но на крайняк пойдет и шилообразно. То есть мы кончик чуть-чуть подточили и наше оружие уже готово. Несколько секунд и вуаля, наш продукт уже готов. Итак, наше колечко маленькое, незаметное, которое можно практически куда угодно спрятать. Можно носить в кармане, можно даже в книжку бросить в тетрадку. Ее практически не видно, но тем не менее, это самое страшное оружие во время любого боя. Посмотрите, оно маленькое, незаметное, практически сверхтонкое. Его ширина 1,8 всего-навсего сантиметров. Это практически ничего. Одеваем на руку, внутри кулака его не видно. Нет, бить как раз кулаком нельзя. Так смотрится, оно очень шикарно, даже незаметно. Обыкновенное какое-нибудь кольцо, сделанное из серебра или чего-то еще. Когда мы раскрываем руку, это у нас уже лапа. Тигра, который при кого-то мы так хапаем и дергаем вниз, оно сдирает. Практически все сухожилие рвет, мясо, кости, до самых костей. Если ударить этой стороной, это все, это практически смерть. Как вам кажется, что длина небольшая, 20,5 сантиметра этих шила, но тем не менее, это просто невероятно страшный удар. Если посмотреть по картинкам, может погуглить, оно оставляет просто раны невероятные. Эти раны практически не зажимают. Если ладони кого-то ударить по лицу, почему по лицу? Потому что лицо любую погоду, даже зимой у любого преступника открыто. Все, это уже не боец, это ваша жертва. Дальше можно сдавать ментуру, но каждый защищает себя как только может. Но это конечно превышение самозащиты, но тем не менее, оружие шикарное, которое просто должно быть у каждого в коллекции. Мало ли что пригодится. Маленькая игрушечка на столе или в кармане никогда не помешает. Мало ли что нас ждет в завтрашнем дне. Ладно ребят, веселых и опасных поделок всем.